и друзья мои подруги с вами как всегда алекс и это fallout 76 ну чё ж выжившие смотри какая пушечка у меня есть интересная я тебе в этом видео покажу как ее достать а вот расскажу все нюансы здесь 600 выстрелов а здесь 150 очень красивый лазер на очень красивая пушечка здесь способности конечно я не ставил сильные да на пушку но тем не менее тем не менее стреляет она довольно неплохо если так посмотреть честно говоря мне мне понравилось тем более это новое оружие которое появилось появилась у нас получит на разные значу них абсолютно разные модули стоят потому что я рандомные здесь можно скрафтить модули давайте я те я тебя напомню так где можно скрафтить модули на нее и потом со всеми нюансиками расскажу вот прямо как гайд как ее получить в общем получите не так то и просто вот есть легендарная но вижу меня нет на две звезды почему-то все одно звезда и на 3 что-то выпало значит как эти получить модули ты просто приходишь сюда у тебя есть что-то сейчас мусора избавлюсь есть что-то легендарное да я выполнил какое-то задание но это отлично 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 мы продвигаемся значит есть какое-то оружие у тебя допустим там вот легендарная да тут смотри у тебя есть вот такой вот легендарная ты как говорится можешь его всегда улучшить всегда улучшить вот всегда поставить модули или всегда разобрать его тем самым есть шанс изучить вот такой вот модуль допустим да ты хотела бы изучить я знаю но я знаю это оружейный это по броне здесь есть модификации значит подходишь сюда по модулям быстро скажу вот да бакс напалмом туда-сюда ты можешь создать создать такой огнемет принципе какой-нибудь да и поставить на него какие-нибудь модули вот сюда смотри я могу заметь заменить да вот этот вот на мутанно истребительский до охотничью взять и ну мне кажется вот этот вот намного лучше будет чем ремонтный какой-то она 2 звезды на 2 звезды у меня есть только стремительный плюс 25 скорость оружия но как-то к этому скорость оружия не добавишь зато на три звезды есть быстрая есть призрак короче и на другой я поставил здесь легкая да то есть минус 90 процентов вес чисто так были модули то есть эти модули ты разбираешь легендарок и здесь можешь крафтить если изучил еще пупцы и журналы нужны но видео не об этом до видео об этой пушечки а вот об этой пушечке давай одну возьмем слушай одну возьмем одну положим сюда чтобы не ходить так это у нас на 600 выстрелов вместимые до урон в ближнем бою я бы тоже заменил бы это у нас давай эту положим сюда с этой будем ходить значит покушали попили чё надо первым сделать по первым у нас было обновление помнишь вот такое вот шестьдесят третьем убежищем а если ты не прошел вот здесь вот квесты в этом особняке не нашел 33 убежище не прошел все квесты там тебе будет проблематично это сделать а прежде всего как сделать это оружие давайте переместимся в локацию я сейчас я покажу нулевая миля я думаю что ты открыл ты на наблюдательном пункте был стони мэн вот он вот он этот наблюдательный пункт стони мэн ты если был там значит ты нашел я в прошлом видео рассказывал как открыть нулевую милю значит нулевая миля приходишь сюда и заходишь вот сюда вот миль пост короче вот вот сюда заходишь здесь придется долго тебе работать чтобы открыть эту пушку как по мне долговато если честно вот но пушка наверное того стоит она особая то есть здесь у тебя будут торговцы ты с ними поговоришь и что тебе надо делать тебе надо прийти к этой торговки до управляющей каравану и сказать я хочу сделать караван а вот текущая то есть 12 крышек 312 у тебя здесь будет и выберешь и тем самым когда ты будешь выполнять караваны ты будешь зарабатывать вот такие вот коллекции а припасы называются крышки я все потратил в принципе может восстановиться сейчас только куплю потому что ну и нету торговцев значит крышки все потратил но ты зарабатываешь здесь припасы припасы я тоже все потратил знать что ты за эти припасы можешь сделать что тебе надо сделать чтобы открыть эту пушку но во первых во первых тебе надо заработать хотя бы 150 припасов для начала это три больших рейда большие рейды как ты видишь сейчас я тебе покажу стоит 100 ну 1111 крышек стоит да но потом и дороже будет то есть он меньше 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 и когда ты часто выполняешь будет больше и больше за эти платят 10 припасов за эти платят 50 припасов но и за самые маленькие 5 припасов короче тебе надо как минимум как минимум три-четыре ходки вот такие вот сделать по максимум до либо на средние очень очень много и открыть вот такого вот торговца но это еще не все когда ты откроешь вот такого торговца теодор он здесь появляется кстати не пугайся если их не будет если ты открыл их не будет просто ты пешни сюда на точку выйди зайди и они появятся они типа раскладываются возможно выполни еще какую-то миссию вот возможно выполни миссию тогда они появятся значит смотри потом приходишь сюда опять к ней приходишь у тебя уже открыт теодор и у него ничего нету естественно и выполняешь не поверишь еще четыре контракта короче тебе надо 50 50 50 50 50 200 и еще 50 получается 5 контрактов выполняешь вот эти вот тебе надо 250 после чего ты у этой торговки умерли умерли можешь можешь я хочу предоставить ресурсы для сотрудника нажимаешь у меня сейчас здесь ничего нету потому что я некоторые ресурсы предоставил но и нету потому что у меня нету тех самых предметов у меня нет припасов если появились бы припасы у меня бы было бы еще для джози сотрудника да ты их всех покупаешь они все стоят крышки все стоят припасов точнее да ну ты на припасы тратишь свои крышки либо прокачиваясь и очень медленно и инека есть еще вот я всех торговцев открыл можешь посмотреть смотри в некоторых прокачал уже вот мальчика аксель вот с таким роботом очень красивый робота разрисованный весь динозаврах и когда ты отдаешь 250 припасов вот этот торговец у тебя становится уровень 2 у него повышается после чего тебе надо будет заговорить с ним и здесь у тебя будут вопросы по поводу оружия по поводу оружия ты с ним говоришь и он тебе дает квест вот на эту пещеру пещера у шайнинг крик называется видишь вот такая вот пещера и теперь о самом важном наверное о самом важном это самое важное это то что если ты не выполнял здесь квесты никакие не выполнял квесты да не проходил 63 убежище то в этой пещере очень много дверей где нужны ключи вот я выполнял у меня везде ключи было ну от всех дверей были ключи поэтому я пробежался и забрал схему на эту пушечку забрал схему вот тихо скоро поедем забрал схему сразу говорю туда идти в силовой броне потому что там когтей смерти и всяких 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 короче всякой живности очень очень много после чего после чего если ты прошел 63 убежище и сделал все так как я говорю то есть выполнил квесты нанял торговца выполнил опять квесты события на припасы заработал 250 припасов и открыл второй уровень этого торговца вот по большому счету тебе припасов 500 надо наверное но это дофига ходок это это очень много открыл второй уровень увы сходил в пещеру пришел сюда рассказал ему что ты сходил в пещеру и забрал вот это офигенное оружие то у него появляются появляются схемы я уже вот опять таки крышки потратил очень много здесь купил схемы но как ты видишь еще не все вот что я купил за 1313 за 400 и за 175 к сожалению теперь осталось зарабатывать только крышки потому что я тратил безбожно их вот и делать какую-то пушку супер супер пупер популярная значит супер пупер популярную с ней можно и в ад стрелять как бы да и можно и так накидывать довольно неплохой урон у него довольно неплохая пушка открывай всех сзади джозе улучшает броминов есть ты не знал на вот этих вот их можно еще даже подоить вот здесь можно набрать водички а здесь можно понаблюдать мишку короче вот так вот подоил броминов вот эту вот торговку им можно жизни увеличивать скорость и так далее и ее можно сделать тоже 2 уровня и вот эту торговочку тоже можно сделать 2 уровня соответственно у нее появятся тоже на какие-то интересные схемы ну потому что сейчас как-то у нее не интересные схемы абсолютно мне ну не хотелось покупать а вот у торговцев вторых уровней схемы уже намного интересней получаются ну и самое интересное пошли в лагерь я найдем кого-то постреляем я тебе покажу как она стреляет но ты запомнил да ты запомнил что 63 убежище желательно пройти потому что сюда будет квест в эту пещеру он будет по-любому там этот квест да и принципе квесты там очень крутые вот мне очень понравилось вот братство стали нравилось до квесты у них принципе они хоть и простенькие но они крутые и вот здесь вот как бы тоже очень крутые очень понравились мне еще в прошлом сезоне я их прошел если ты прошел тоже то тебе проходить на нам не надо если ты не прошел то идешь вот сюда вот убежище 63 здесь она запечатана а вот на эту метку она тебе говорит что мы встретимся и вы встречаетесь вот здесь подвале короче ты заходишь в убежище и начинаются квесты для того чтобы попасть в пещеру эту тебе надо наблюдательный пункт и открыть нулевую милю и сделать естественно контрактов на 500 припасов хотя бы это дофига но все равно тебе это надо вот в прошлом видео я говорил как открыть эту вышечку наблюдательный пункт пойти в пещеру когда у тебя есть ключи все просто все двери открываются ты быстренько пробежишь но опять таки будь аккуратен там кучка в те смерти ночи пошли посмотрим где-то тут у меня здесь стрельбище есть можно пострелять чё-чё-то чё-то взял кстати надо посмотреть какую-то броню секретной службы по-моему нога наверно левая сто процентов мне постоянно одни левые ноги выпадают а ну давай посмотрим до секретной службы а вот такая вот ну и ладно будет разберем правильно вот боезапас хорошие тем более тем более тем более есть можно увеличенный поставить там есть схемы будет ну лишь как схемы легендарные модули вот у меня на 1 600 боезапас но это жесть мне кажется вот 120 или сколько здесь 150 хватает с головой просто пострелять но 600 я эту пушку оставлю тоже это уже чтобы я не знаю чтоб сильно как-то прям это уже чтоб сильно как мне кажется достойно внимание это хороший робот что-то тут никто не гуляет почему я пришел с пушкой здесь никто не гуляет я знаю где медведь спит но я думаю ты понял да отличная отличная пушка отлично стреляет ой красавчики мэй и тем более у нее батарея то есть это это вполне нормально кто здесь вот если прокачать просто просто топовая будет просто топовая ребята напали на мой особняк почти вот напали на мой особняк ну чё я хочу сказать пушка отличная как по мне можно с ней бегать мне она довольно нравится и подходит ко мне вот прям я не знаю я просто подходит ну чё ребят с вами был как всегда алексу такая вот пушка все пока пока до скорого рассказал как получить не знаю уже очень очень подробно чтоб ты не заблудился и все было у тебя хорошо все быть добру пока